Привет, друзья! Меня зовут Нина Бергова. Давайте сегодня поговорим о парфюмерии. Я очень давно не снимала видео, ужасно соскучилась. Сегодня видео такое достаточно спонтанное, сумбурное, не совсем хорошо выставлен свет, поэтому сзади вон там всё бликует, всё моргает. Но я решила лучше так, пока есть настроение, пока появилось буквально полчаса времени, снять, чем не снять вообще. Как вы видите, у меня уже тут немножечко всё двигается по сторону Рождества, настроение уже такое, постепенно я начинаю себе создавать. Это мой рождественский календарь, адвент, календарь адвент, наверное, это правильно называется. И я его показывала уже в своём телеграм-канале. Если вы ещё не в моём телеграм-канале, пожалуйста, подписывайтесь. Там мы обсуждаем, конечно же, парфюмерию, но ещё я там провожу благотворительные аукционы. Там можно купить интересные флаконы по ещё более интересным ценам. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Абсолютно все доходы со всех аукционов идут в помощь бездомным животным. Как вы знаете, эта тема для меня очень важна. Я говорю об этой проблематике в каждом моём видео. Я помогаю Софии Фурмановой, моей парфюмерной подруге. Ссылочку на её YouTube-канал, конечно же, как всегда, вы найдёте тоже в описании к этому видео. И абсолютно все средства, которые я собираю, которые вы жертвуете, спасибо вам огромное-преогромное за это, и которые выручаются в ходе благотворительных аукционов. Все идут на помощь нашим животным. Также на моём телеграм-канале много наших животных. Там вы можете с ними познакомиться. Я буду очень-очень рада вас видеть. Присоединяйтесь, пожалуйста. Ну, а мы давайте начинать. И я сегодня хочу поговорить с вами о ароматах поздней осени. Ну, вообще, как правило, у нас после того, как переводят часы, можно сказать, всё. Пришла зима, наступила окончательно осень. Такая вот хмарь, погода не очень, частые дожди, постоянно темно. Поскольку у нас снег вообще зимой впадает очень-очень редко, то у нас очень темно, действительно, в тёмное время года. Постоянно темнеет. Вот сейчас уже в пять уже темно. Чем дальше, тем раньше, соответственно, будет ещё темнеть. Я не очень хорошо, честно говоря, вот это вот переношу тёмное время года. Хотя холод я, в принципе, люблю. И хочу поговорить сегодня с вами об ароматах, которые помогают мне, с одной стороны, может быть, поддерживать себя, как-то согреваться, что-то такое уютное в это время года хочется. А с другой стороны, иногда такое настроение прям усилить ещё больше. Тухтонь, погрузиться. Ну, конечно же, осознанно. Никаких депрессий, всё очень осознанно. И вот о таких ароматах хотела сегодня поговорить. Приготовила много ароматов, даже их не посчитала. Ну, давайте же начнём. Давайте начнём, наверное, с очевидного. С аромата, который я очень часто показываю вам в последнее время. Это аромат от дома Дрисваннотен Камумайл Сатин. Аромат появился у меня, ну, относительно недавно, несколько месяцев назад. Я, конечно же, не всё вот это вот сносила сама. Здесь нет уже половины флаконов. Я им очень щедро делилась, но больше не делюсь. Остановила все распива, потому что он классный. Ну, во-первых, флакон, конечно же, выше всяких похвал. Не буду очень долго тоже про него говорить, потому что говорила уже про него очень часто в последнее время в видео. Я не слышу здесь особой ромашки. Ромашка здесь идёт фоном чуть-чуть, придавая небольшую горечь аромату, благодаря чему он не скатывается, на мой взгляд, в такую откровенную гурманику. Для меня это ваниль, жареные каштаны, аромат выпечки, осенний Париж. Вот почему-то очень сильно у меня этот аромат ассоциируется с осенним Парижем, именно таким фантазийным Парижем. Я сейчас скажу ужасную вещь, да простят меня, пожалуйста, девочки, живущие в этом прекрасном городе. Я не могу представить себе этот город как место для жизни. Съездить в Париж обязательно, с удовольствием, прекрасно, погулять замечательно, но вот для жизни я его себе не очень представляю. Поэтому этот аромат скорее такая вот фантазийная история именно человека, приехавшего в отпуск на пару дней в этот чудесный город. Мы знаем, что в отпуске вообще и жизнь кажется другой, и мир кажется лучше, и замечаешь ты, как правило, всё только самое лучшее. И вот это вот такой аромат. Он очень, как я уже сказала, гурманский, но он не скатывается в прямолинейную гурманику. Он всё-таки такой вот неординарный достаточно, можно так сказать. Но при всём при этом очень уютный, очень носибельный. Он не душит. Многие ароматы Дрис Ван Нотен, на мой взгляд, слишком активные, слишком яркие, действительно способны немножечко придушить. Этот аромат нет. В нём правда комфортно. И вот на холодное время года я считаю, он совершенно необходим. Ну, мне, по крайней мере, точно. Каму Майл Сатин Дрис Ван Нотен. Следующий аромат. Ну, давайте, раз уж мы пошли по таким уютным согревающим, давайте, наверное, продолжим. Это аромат от дома Ателье Дес Орс Руж Сарай. Этот аромат появился у меня, вот я не помню, то ли год, то ли два года назад. Тоже в холодное время года. И я, конечно, тоже им делилась, но я его и очень много носила. У меня прям вот то ли год, то ли два года назад был с ним запой совершеннейший. Боже мой, потрясающий, потрясающий аромат. Здесь сухофрукты, здесь табак, здесь специи. Это вот для меня, правда, какая-то вот такая роскошь, восточная сказка. Но при всем при этом, что мне очень в нем нравится, он не очень долго держится на моей коже и он не душит. Ему очень приятно политься, его очень приятно обновить. Я это дело очень люблю. Он сладкий, он роскошный. И вот я считаю, конечно, о оформлении флаконов Ателье Дес Орс можно спорить. Это очень необычный флакон. Здесь вот плавает золото внутри, вот вы видите. Кто-то говорит, конечно, Нина, это ужасно. Кто-то говорит, это очень красиво. Мне это нравится в основном. Но я считаю, что вот это оформление флакона и вот это золото, плавающее в эфемерной композиции, подходит этому аромату вот как нельзя лучше. Наверное, лучший из всех линейки, вот соответствует внешность и содержание. Правда, это вот роскошная восточная красота. Но опять же, восточная красота не прям восток-восток, где уды, где розы, где огромное количество специй. Нет, здесь все сдержано. Здесь не про розу и не про уп совершенно. Здесь именно про специи, про золото, про табак и, конечно же, про сладость бобов тонка. Сладость здесь не ванильная. А заглянула в пирамиду, в пирамиде вообще не повтонка. Здесь сладость за счет фиников. За счет фиников точно. Посмотрела в пирамиду и, конечно же, конечно же, сначала слышу здесь финики. Это красиво. Здесь слива, ну вот мне это идет скорее как сухофрукты такое, такое кальянные немножечко сухофрукты, немножечко влажные, как будто разбавленные вот этим дымом кальяна и табак. Табака тоже нет в пирамиде, но есть ваниль. Ну, в общем, неважно. Я все равно упорно слышу здесь табак. Это очень красиво, это очень роскошно, это очень по-осенне-зимнему, но без перебора. Прекрасный аромат Руж Сарай Ателье Дес Орс. Следующий аромат. Ну, давайте, наверное, по сержу нашему лютанцу. Понятно, что осень и серж – это просто вот такие синонимы. И, наверное, здесь можно брать практически любой аромат сержа. И он будет прекрасно носиться и прекрасно впишется в эту подборку осенних ароматов. Я показываю вам, наверное, один из самых, на мой взгляд, таких настроенческих ароматов дома. Это серж Нуар. Я его просто обожаю. Мне безумно нравится этот аромат. Он очень на любителя. Он очень сдержанный. Я его, наверное, даже нанесу. Я надеюсь, что мы проветрим с осенью. Здесь все перед тем, как ложиться спать. Он какой-то вот настолько тонкий. Для меня, я уже говорила, это потушенная спичка в пустыне ночью. Вот эта пустыня, бездонное совершенно звездное небо. Никого. И какая-то вот просто бесконечные просторы. И сидящий одинокий путник, затерявшийся, возможно, в этой пустыне, который поджигает свою последнюю спичку. И вот она таснет, и вот этот вот аромат потухшей свечки уносит с собой дудовение холодного пустынного ночного ветра. Потому что пустыня, насколько я знаю, по ночам холодная. Это очень такое, какое-то пронзительное настроение. Это очень странно. Вот сейчас, наверное, после того, как я пообонялась на сильный гурманский аромат, я его даже практически не слышу. Его надо наносить действительно с утра, на свежий нос. Вот в какой-то такой вот хтонь, хмарь, когда хочется просто немножечко поддержать вот эту вот осеннюю хандру. В общем, красота необыкновенная. Серж Нуар, Серж Лютанс. Один из самых любимых моих и самых настроенческих таких вот ароматов. Роза Почули от Маркин. Ну, давайте, наверное, от такой вот печальной композиции перейдем к более веселому чему-то. И это аромат от Тома Ив Санноран Руш Велюр. Роза Почули. Много рассказывала о нем. Очень сильно люблю этот аромат. Ну, казалось бы, ну, Роза Почули. Нина, ну сколько этих Роз Почули? Да, много. И у меня Роз Почули очень много. Но вот эта Роза Почули, она особенная. Она винная, немножечко тонинная. И она не то, что веселая, но она позитивная. В принципе, на меня сочетание Розы Почули тоже скорее действует, наверное, как что-то такое, ну, если не печальное, то что-то такое очень серьезное, роскошное, торжественное. Здесь тоже и роскошь, здесь тоже и торжество. О, эта Роза абсолютно уверена в себе, в своей красоте, в своей совершеннейшей неотразимости. Но при всем этом она позитивная. Она улыбается. Она знает, что у нее лично все хорошо. И все хорошо будет. Она немножечко сладкая. Потрясающий. Аромат прекрасен всегда. Вот правда, наверное, аромат из той серии, который и летом прекрасен, возможно, кроме как совсем в сильную жару, и осенью, и зимой, и всегда. Но вот именно поздней, осенью, как раз вот, чтобы полилась вот с утра сершнуар, а потом хочется как-то вот взбодриться, поднять себя немножечко повыше. И вот наносишь Рушвелюр и чувствуешь себя, ну, просто, ну, сразу, ну, королевой. Или королем, потому что этот аромат прекрасно смотрится, ощущается, обоняется. Также с мужской кожей. Рушвелюр, роза почули, яркая, немножко сладкая, позитивная, прекрасная. Если любите это сочетание и не знакомы еще по каким-то причинам с этим ароматом, умоляю вас, познакомьтесь, оно того в любом случае стоит. Ой, пойдем в кадр, пойдем в кадр, вот из осень пришло. Вот пришел мой малыш, да? Давайте пока не повыше сесть. А, повыше не получается. Ну, ладно, надеюсь, вам ее будет вот так вот немножко видно. Друзья, меня практически в каждом видео спрашивают, что у меня за украшения. Я скажу сразу, я человек достаточно консервативный в последние пару лет. Особенно, что касается украшений. И практически все мои украшения от прекрасного дизайнера, дизайнерки, я не знаю, как сейчас это правильно сказать. Девушка, которая живет в Германии уже очень давно, которая приехала из Одессы, Лера Гинсбург. К сожалению, когда я отправляю сейчас людей на ее сайт, они не находят там именно тех украшений, которые есть у меня. Поэтому я поговорила с Лерой, и она сказала мне, что у нее еще остались эти коллекции в каких-то остатках на складе. И она готова с удовольствием, с большой скидкой их распродать. У нее есть совершенно разные модели, разные серьги, разные ожерелья. Одна и та же модель выполнена и в белом металле, и в желтом, и вот в таком вот красноватом. Совершенно есть разные модели и сережек, и ожерелья, и очень красивые колечки. Вот смотрите, тоже у меня несколько штук есть. В общем, это правда очень красивое, очень интересное украшение. Это медь, если я правильно помню, металл. Серьги тоже медь, но вот именно та часть сережки, которая соприкасается с ухом, по-моему, из серебра. Опять же, если я не ошибаюсь, все уточняйте у нее. И я обязательно выложу просто постом ее флайд, где будут все ее контактные данные. Она знает, она ждет. Пишите ей прямо напрямую в директ и договаривайтесь. Она вам там скинет ассортимент и продаст, расскажет, покажет абсолютно обо всех украшениях, которые вас заинтересуют. Действительно, их нет сейчас на сайте, потому что у нее поменялись сейчас коллекции. Но они еще есть на складе. Их еще можно купить. И вот для вас она с удовольствием это сделает. Лера отправляет по всей Европе. Поэтому спрашивайте смело, пожалуйста, не стесняйтесь. Пишите ей, она с большим удовольствием вам поможет. Ну, а мы давайте продолжать дальше про парфюмерию. Друзья, я опять все это время снимаю без микрофона. Я не буду переснимать, хорошо? И тут, друзья, случилось страшное. То есть то, что я забыла включить микрофон, это фигня. Когда я его включила, у меня вообще перестал записываться звук. И я это увидела сейчас вот только на монтаже. Вы знаете, что я терпеть не могу переснимать, поэтому я решила просто наложить звук. Я вам рекомендую сейчас больше не смотреть, а слушать. И давайте продолжим говорить об ароматах. И аромат, о котором сейчас хочу поговорить, это аромат от дома. Джо Малон, Dark Amber, Ginger, Lily. Очень я люблю этот аромат. Очень давно его не доставала. А вот на мой взгляд, именно осенью, поздней осенью, он раскрывается наилучшим образом. Вообще удивительно, аромат 2008 года, то есть ему уже достаточно много лет. Но у него настолько, не побоюсь этого слова, прям уникальное звучание. Мне очень сложно его описывать, потому что он правда очень интересный. Он не то чтобы странный, он достаточно легкий в носке и в использовании. Он одновременно и сухой, и согревающий. Вот это вот такое качество, которое мне, например, очень трудно описать. Амбра здесь слышна. И амбра здесь, ну, наверное, скорее достаточно такая сухая. И здесь очень много кардамона. Я об этом узнала, честно говоря, только заглянув в пирамиду, потому что кардамон – это не самая любимая моя нота в парфюмерии. Но вот здесь я его, во-первых, не слышу вот так вот в лоб. И он, мне кажется, дает вот такое звучание немножечко древесное, немножечко сухое. Розовый перец также есть в пирамиде. Ну, конечно же, имбирь, как и следует из названия. И вот, наверное, вот это сочетание вот этих специй с кардамоном дает вот это очень необычное звучание. Мне кажется, что этот аромат звучит достаточно строго. Для того, чтобы носить его и на работу, и куда угодно, и в пир, и в мир. И звучит он достаточно необычно, чтобы все-таки выделяться в этом аромате. Точно так же он не кричит. Мне кажется, довольно-таки сложно найти человека, которому он не понравится, или который скажет фу. Ну, в общем, мне кажется, что вот из этих черных флаконов один из самых лучших представителей. Но, опять же, дело вкуса на мой такой исключительно, конечно же, субъективный вкус. Следующий аромат, и это у нас аромат опиум. У меня это самый обычный опиум в версии туалетная вода. Выпуск 2009 года. Да, 2009 года. Вот, вы знаете, для меня вот это та самая прекрасная классика. Вот, знаете, вот все новое, это хорошо забытое старое. Мне кажется, вот этот аромат действительно подходит под эту категорию. На мой взгляд, он не звучит ретро вот вообще совершенно. Это такой раскаленный, просто плавящийся ладан. Даже, наверное, мира здесь, вот в пирамиде заявлено мира. Ну, мне почему-то вот это вот именно ладан и специи. Здесь и гвоздику я слышу, и еще какие-то большое количество специй, и смолы, и бензоин немножечко. В общем, аромат, правда, он какой-то очень раскаленный, он очень горячий, очень согревающий. И, на мой взгляд, повторюсь, это не звучит как ретро. Мне кажется, если бы я сейчас обоняла этот аромат в слепых затестах и не знала бы этот аромат, то я бы его наверняка поставила бы в один ряд с какой-то очень замысловатой, интересной современной нишей. Я считаю, что он звучит действительно так. Сейчас на улицах, ну, по крайней мере, у нас в Гамбурге, я практически не встречаю этот шлейф. И я понимаю, что он звучит на сегодняшний день уже совершенно не избито. Мало людей его носят, но при этом он звучит очень современно. Опять же, на мой субъективный взгляд. Очень красивый аромат, люблю его с удовольствием. У меня есть также винтажный маленький флакончик. Но и вот этот вот новодел тоже ношу с огромным удовольствием. Следующий аромат тоже классика. For Her Narcissa Rodriguez в версии «Туалетная вода». Аромат 2003 года. Ну, понятно, что этот аромат уже стал классикой. Все мы его знаем. Кто-то его любит, кто-то его ненавидит. Мне кажется, тут, правда, не может быть мнения посередине. Ну, у меня такое немножечко позднее зажигание с этим ароматом. Я с ним познакомилась на заре своего парфюмерного увлечения. И как-то он мне не очень понравился. Я продала флакон. И вот заново я его открыла буквально вот в этом году для себя. И вот прям, честное слово, не могу из него вылезти. Не могу с ним расстаться. Носила его и в прохладное лето, и весной, и осенью с большим удовольствием. И сейчас беру его с собой в позднюю осень. На меня этот аромат действует каким-то вообще магическим образом. Я слышу здесь розу и мускус. Причем никакой розы в пирамиде вообще даже близкой нет. Там есть, оказывается, османтус. Никогда бы не предположила. И для меня это пахнет немножечко вот как уходовым средством. Немножечко кремом таким вот розам. Может быть, немножко замыливается. Но и здесь очень сильный, на мой взгляд, действительно такой нюанс тела. Аромата человеческого тела. Но аромата очень приятного. То есть нету здесь для меня никаких потных подмышек, извините. А именно аромат очень красивого, ухоженного тела. Ну вот как-то так. Не знаю, как это объяснить. Но очень нравится этот аромат. Ношу с огромным удовольствием. Следующий аромат сегодняшней подборки. Аромат от дома Артизан Парфюмер Бездна 33. Позвольте мне не произносить это на французском языке. Все равно произнесу неправильно. Мне кажется, пару лет назад я этот аромат номинировала на мой персональный парфюмерный Оскар в номинации аромат Удивления года. И я до сих пор считаю, что вообще вот за все время моего парфюмерного увлечения это одно из самых главных моих открытий и удивлений. Действительно, аромат, который заставляет меня задуматься, заставляет меня удивляться по сей день. Несмотря на то, что он у меня появился практически сразу, как он вышел. А вышел он, по-моему, в 22-м году. Аромат, ну, очень странный, ну, очень нишевый. Вот если мы говорим о нише, то это для меня вот эта вот Бездна 33. Он обладает какими-то непонятными, волшебными, магическими свойствами. Потому что он для меня звучит одновременно прям холодно и одновременно тепло. Вернее, он начинает звучать очень прохладно, а потом развивается в такое прям вот мягкое шерстяное одеяло. Даже, наверное, не одеяло, а какой-то свитер, в который вы одеты. Он колючий, но вам в нем очень-очень уютно, и он очень сильно согревает. На старте аромат для меня пахнет таким очень-очень соленым сандалом. Вот как будто, правда, вы открываете банку с маринованными даже не огурцами, а скорее помидорками, вот там с укропчиком, вот со всей этой историей. Поэтому, если вы не любите ароматы типа Сантал 33 от Лилабо, то, возможно, вам он сразу не зайдет, потому что тут вот эта вот соленая сандаловость, она выкручена вообще на максимум, еще больше, чем Сантал 33. Но потом это все каким-то удивительным образом действительно трансформируется вот в эту уютную, теплую, немножечко колючую шерсть. В пирамиде заявлен кашмиран, синий эвкалипт и роза. Ну, розу я здесь не слышу вообще. Как пахнет эвкалипт, я, честно говоря, не знаю, поэтому, наверное, я не могу его вычленить. Но вот это вот, как он играет и меняется, по-моему, совершенно удивительно и потрясающе. В общем, это мой аромат удивления, который держит эту пальму первенства, наверное, по сей день. Следующий аромат, который хочу вам показать, без которого, ну, правда, не одна осень, а тем более поздняя осень не обходится, аромат от дома Перис Монте-Карло Эссенс де Пачули. Я вообще очень люблю ароматы с нотой Пачули. Кстати, у меня была когда-то давно подборка пачулиевых ароматов, но я бы, наверное, не отказалась ее обновить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, надо или нет. Ссылочку на видео оставлю. Здесь пачули, ну, я вот и сказала, наверное, не очевидны. Нет, безусловно, они здесь слышны. В принципе, понятно, что это аромат про пачули. Но здесь настолько много еще всего другого. Здесь специи. Но, опять же, их тоже немного. Здесь много амбры, здесь много смол. И, наверное, вот какого-то тоже бензоина, потому что такая темная, немножечко мистическая база. Здесь присутствует вообще аромат сам по себе достаточно темный. Такой немножечко землистый, немножечко древесный. Очень-очень красивый и немножечко сладковатый. Вот я, честно говоря, была уверена, что в пирамиде должны быть какие-то бобы тонко, но в пирамиде заявлено ваниль, ну, буквально чуть-чуть. Для меня это все-таки аромат сладковатый. Не знаю, может быть, дерево вот таким, такой немножечко сладостью здесь отдают. Очень красивый, очень согревающий. Но, пожалуйста, будьте осторожны с этим ароматом, вообще с этой маркой, потому что я знаю, что кому-то вообще это пахнет гуталином, кому-то становится там плохо, кто-то бежит не смывать этот аромат себя. Для меня это прекрасная композиция. Очень люблю ее. Она согревает меня, она поднимает мне настроение. Вот в холодное время года, холодной осенью, мне кажется, это просто такое, тоже, ну, вот, наверное, как теплое покрывало, очень уютное, но со стержнем. То есть это, конечно же, ни в коем случае не сладенький гурманский аромат, ни в коем случае. Почули здесь явно слышны. И вот эта вот землистость здесь присутствует. И, конечно, огромное количество смол дают этому аромату вот такой прям какой-то стержень, но стержень не делового человека, знаете, который вот входит в кабинет, открывает дверь ногой, и все сразу устроятся и делают все, что он хочет. А стержень какой-то колдовской, темный, мистический. И это делает аромат, на мой взгляд, уникальным. Ну, какая же поздняя осень без шипров? Понятно, что шипр обязательно должен был войти в эту подборку. Я долго думала, какой же взять. Несмотря на то, что я обещала не включать в эту подборку никаких снятостей, тем не менее, я взяла No Wing от Estee Lauder. И вот эта версия, ее сняли. Как известно, сейчас вышла новая версия No Wing в формате линейки легенд перевыпущенных ароматов. О нем сейчас скажу чуть-чуть позже. Мне нравится именно этот выпуск. Ну, и винтажная версия тоже у меня есть. Причем сразу могу сказать, тоже говорила уже много раз, что, на мой взгляд, винтажный выпуск и вот этот вот выпуск, они отличаются. Конечно же, прослеживается какое-то сходство, но, тем не менее, они все-таки отличаются друг от друга. И мне нравятся обе версии. Да, аромат снят, но его еще совершенно спокойно можно купить. На онлайн ресурсах он есть практически много где. И он уходит сейчас по хорошей цене. Видать, распродают остатки. Так что, если запасаться, то, наверное, сейчас самое время. Я вот тоже думаю, что надо мне, конечно, бы им запастись. У меня тридцаточка. И я ношу его очень редко, потому что аромат очень настроенческий. Он требует от меня определенной силы духа. Я не могу носить его каждый день. И буквально микроскопически. Вот я многопшичница, но я наношу там буквально полпшика, потому что аромат безумно громкий, захватывает собой все, занимает собой все. Это шипр. И для меня наряду, конечно же, вот с этой очень темной, очень мшистой лесной базой, здесь явная составляющая розы и меда. Меда нет в пирамиде, но я его здесь слышу очень явно. И мед, это здесь такой темный, такой гречишный, тягучий, очень, очень красивый. И для меня это вообще вот, ну, шедевр. Один из самых-самых лучших шипров. Вот, да, такое впечатление, что это мед от диких пчел, которые живут где-то в улье, в самой-самой лесной чаще. В общем, очень красивый аромат. Что могу сказать по поводу новодела? Ну, наверное, справедливости ради стоит заметить, что у меня изначально к этому аромату были очень сильно завышенные ожидания, потому что, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, когда вы любите какой-то аромат, с огромным удовольствием его носите, знаете его давно, то и к флагмкеру, либо к какому-то новому выпуску. Естественно, ожидания сразу завышенные. В новоделе, вот то, что вышло сейчас, в этом году, я, к сожалению, совсем, совершенно не услышала ноуинг. Мне было бы очень интересно, что бы я сказала об этом аромате, если бы я его попробовала в слепом затесте. Я уверена, что я ни на секунду бы не предположила, что это может быть ноуинг, или его какой-то родственник. Я ожидала другого, поэтому, конечно же, я этот аромат новодела раскритиковала. Я не услышала в нем ничего, я услышала в нем, опять же, на мой нос достаточно невнятные специи, и, в общем-то, наверное, все. Поэтому, наверное, мое мнение, оно не совсем объективное, вернее, совсем не объективное, но я остаюсь все равно адептом этой версии и винтажа. Следующий аромат, который всегда достаю осенью, ну и, наверное, особенно поздней осенью, это Шанель Сикамор у меня в духах. Вот такой вот маленький флакончик. Ну, наверное, я, кстати, погорячилась, когда взяла духи, мне все-таки парфюмерная вода нравится больше, наверное, даже не в плане звучания аромата, есть определенная разница между звучанием парфюмерной воды и духами, на мой взгляд, духи мне нравятся больше, но мне не нравится нанесение. Я все-таки люблю пшикнуться, я не совсем понимаю, как пользоваться духами, я, конечно, перелила духи в отливант, но, конечно, я не пшикаю духи из отливанта, а я достаю прям, ну, открываю отливант и наношу намазом, но мне не хватает вот этого какого-то кокона вокруг меня, я многопшищница, я люблю быть в облаке аромата, я люблю ощущать его вокруг себя, и вот здесь, к сожалению, я такого эффекта достичь не могу, хотя аромат прекрасен, я проводила в магазине как раз парфюмерный, парфюмерный, параллельный затест, когда выбирала между духами и парфюмерной водой, и аромат сам по себе, мне этот понравился больше, я уже говорила, что, на мой взгляд, это лучший из ветиверов, который только может быть, с цитрусами на старте, немножечко, возможно, с такой очень мягкой, мягкой базой, где есть какая-то толика ванили, по-моему, в пирамиде даже заявлен ирис, да, в пирамиде есть ирис, а вот цитрусов никаких нет, но для меня здесь на старте они почему-то есть, потому что аромат начинается достаточно звонко, а потом становится мягче, уходит, правда, такое очень мягкое, древесно-пудровое звучание, очень красивый аромат, и я считаю, вот это как раз такой идеальный аромат и в пир, и в мир, и для мальчиков, и для девочек, да, цена не бюджетная, я прекрасно понимаю, но этот аромат действительно подходит, мне кажется, к любому случаю, в нем можно и на детский утренник, и на работу, и на переговоры, и в отпуск, и куда угодно, и можно совершенно спокойно вообще брать один флакон на двоих и поливаться, и радоваться, то есть, если правда у вас там не какая-то сумасшедшая коллекция, а вы все-таки подходите рационально к вопросу, вот сикамор, это такой кэжуал аромат, действительно, на все случаи жизни могу его от души порекомендовать, ну и последний аромат из нашей сегодняшней подборки, это амуаж интерлюд мен, недавно тоже достаточно появился у меня флакон, поэтому понятно, сейчас он в фаворитах, опять же, из амуажей, наверное, тоже практически любой аромат можно брать, и вот сейчас в позднюю осень на наш, как бы европейский вкус, это будет звучать очень хорошо, я понимаю, конечно, что амуажи сделаны в первую очередь, конечно же, для очень жаркого, сухого климата, но у меня, честно говоря, в жару, вот в нашу, по крайней мере, такую, не совсем тубайскую, мягко говоря, не хватает духа их носить, а вот осенью, зимой, в холодное время года, мне кажется, самое время, ну интерлюд мужской, это, конечно же, классика, здесь совершенно, невообразимо, прекрасный ладан, ну в общем-то, как и очень во многих ароматах, вот старых ароматах амуаж, огромное количество специй и смола, вы знаете, мне кажется, я сегодня почти про каждый аромат говорила, эти слова, но вот здесь, еще чем он уникален, на мой взгляд, здесь слышна какая-то, вот, я не знаю, как это, креозол, в общем, что-то такое, отсылающее нас к путешествиям на поездах дальнего следования, железная дорога, вот так вот пахнет на железнодорожных станциях, причем, наверное, там, где больше вот какие-то товарные поезда, товарные составы, тут и кожи немножко, и вот это какого-то бензиновая, да, составляющая, и специй, как я уже сказала, достаточно много, какие-то кухонные специи, даже, по-моему, как будто присутствуют, но основное это, конечно, ладан, можно быть, наверное, можно сказать, что это звучит как-то больше в мужскую сторону, но, вы мое отношение к этому знаете, мне кажется, что это аромат унисекс, и он прекрасно звучит как с женской, так и с мужской кожи, хотя, конечно же, звучание немножечко будет отличаться. Друзья, ну, вот такое сумасшедшее совершенно видео у нас получилось, извините, пожалуйста, что я все-таки не стала переснимать, она шла вот такой вот выход из положения, я понимаю, что это не оптимально, но переснимать я совершенно точно не буду, а выложить это видео и поделиться им с вами уже очень-очень сильно хочется. Друзья, дорогие мои, я вас обнимаю, я вас поддерживаю, где бы вы сейчас ни находились, я очень надеюсь, что вы находитесь сейчас в безопасности, я прошу вас в наше очень тяжелое, очень страшное время, пожалуйста, берегите, берегите себя, друзья мои, берегите ваших детей, берегите ваших животных, берегите ваших родных и близких, но самое главное, я прошу вас, пожалуйста, берегите себя, заботьтесь о себе, относитесь, пожалуйста, к себе трепетно, с уважением и с любовью. Ребята, я вас обнимаю, я вам желаю всего наилучшего и до новых встреч, пока-пока.